В субботу 30 мая на театральной площади Славянска на Кубани состоялась вторая ежегодная выставка продажа презентации товаров и услуг лучших товаропроизводителей. Она по традиции была приурочена ко дню российского предпринимательства. Тему продолжат наши корреспонденты. На территории Славянского района работает около 6 тысяч индивидуальных предпринимателей. Они обеспечивают рабочие места для 35% населения района. Предприниматели Славянского района постоянно оказывают содействие местной власти во многих вопросах, помогают решать важные социальные задачи, способствуют поддержанию экономической стабильности в районе. Малый и средний бизнес – это треть дохода в местный бюджет, отметил глава Славянска на Кубани Александр Коновалов, открывая выставку. Сегодня предприниматель – это одно из основных действующих лиц в нашем государстве, потому что от успешной и плодотворной работы предпринимателей зависит и благосостояние не только вас, как жителей, как граждан нашей России, но и городского бюджета, потому что всё, что вы зарабатываете добросовестно, поплачивая налоги, есть возможность у городской власти украшать, умножать и развивать наш город. Всего в выставке приняли участие 35 товаропроизводителей Славянского, Красноармейского, Темрюкского районов и Республики Крым. На выставке широко были представлены продукты питания, напитки, строительные материалы, элементы благоустройства, цветы, оборудование и многое другое. Всем посетителям в честь празднования Дня российского предпринимателя было предложено попробовать продукцию, а также приобрести её по специальной выставочной цене. Также в рамках работы выставки была организована бесплатная дегустация различных сортов итальянского мороженого. Такие выставки товаров и услуг дают возможность жителям приобрести продукцию по доступной цене, тем самым сделав выбор в пользу местных предпринимателей не только сегодня, но и в дальнейшем. В этот день свою продукцию представил завод по производству вина «Закрытое акционерное общество Славпром». Главная задача предприятия – выпуск качественного натурального продукта, отвечающего вкусу самого взыскательного покупателя, говорит директор предприятия Жанна Беловол. «По большому счёту, что такое предприниматель? Это человек, который не только работает, создаёт определённый продукт, который должен ещё донести до людей, поэтому он несёт определённую ответственность из-за своих сотрудников и за то дело, которое он делает. Поэтому это большой-большой труд. И вот когда происходят вот такие мероприятия, это как подведение определённых итогов». Среди тех, кто принял участие в выставке – компания «Пожьюксервис». Директор предприятия Василий Завгородний рассказал о большом выборе товаров и услуг, которых они предлагают славянцам уже более восьми лет. «За восемь лет работы достигли таких успехов, что уже выступаем на выставках в разных городах, планируем дальше развиваться, нести безопасность людям, помогать, ограничивать их от всех вредителей. Поэтому занимаемся видеонаблюдением охранными системами, пожарными системами, домофонами». В честь Дня российского предпринимателя состоялось чествование предпринимателей и вручены благодарственные письма. В рамках работы выставки проводился конкурс на лучшую экспозицию. По результатам конкурсного отбора места распределились следующим образом. В номинации «Лучшее предприятие» победителем стала компания «Пожьюксервис». А лучшим индивидуальным предпринимателем был признан наш земляк Сергей Хорошун. А выступление творческих коллективов Славянского района стало хорошим продолжением дня для всех присутствующих. Надежда Неткочева, Георгий Калинин. Программа «События». Продолжение следует...